тут непонятно что упаковано не вижу ухты какой-то там кристаллизатор что ли тут кормушки разные тут наклеился тоже разные вот кормушка короче мне не получается нормально отснять надо не надо за вами ходить и вас снимать потому что много всего я просто не работает покажи ты построил там пальцем я еще ничего не посмотрел крышки эти кому нужны я не знаю я не знаю что смотреть это пыльцеловитель распечатка вот это ну только какой-то пыльцеловитель не 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 мне что-то не нравится пыльцеловитель или он тут какой-то запакован непонятно какие-то баклажки кормушки не знаю вот ну тоже сейчас меня арестуют и накажут свет вот кстати для тех вощину делает вот-вот-вот-вот для вощины делать самому вощину дома а стоит оно вот на зандер надо данного ланстрот вот это такая цена 900 евро не хочешь вощину делать сам а что вот это такое пластиковые поддоны я видел камера не знаю что вот это такое декристаллизатор декристаллизатор рамки кормушки ну да я я туда уже я понял вот этот декристаллизатор а я открыл я думаю какой-то и закрыл вниз не посмотрел снизу ставится выставляется температура да и она там разогревается я вот это смотрю они тут тех шоу рамки вы станут так выставлять в корпусе допустим вот так взял он по сути это она есть это деревья ну или прикрой они не это да а то чтобы допустим у меня рамки без разделителя гофмана вон а ты шоссе внутри прикрутить и все не чтобы не прикручивать то не они нет то это все прикручивать чтобы типа меня 10 грамм корпусе и так оп да и разровнял нету это самостоятельно возьмите по молотку да это не перегородки так ладно пошел я дальше сейчас шута такой ручки а чешу это все для кормления до это кампера наш когда у ля сзади подходишь взвешиваешь к она примерно там все по кормлению видишь кормушки да 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 но распечатка жил а тут она лишь как распечатывается не сама она сама и я понял распечатывается не просто механическая так что это не упни отдаю дальше дави 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 я нападет то есть что двигателя нету а ну это все механика а ну нам за счет механики и киев при этом придавлю это итальянская фирма лего флору лего лего там написано с другой стороны и это недогоночка недогоночка непонятно какой фирмы не луновые эти прикольные но это конечно прикольно получается а это видать она переставляешь двигаешь не знаю факт тут что получается да еще раз рамку ставишь вот эти а видать здесь видишь и она боком идет все 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 иди покупай даже вы проваливаете проваливай вниз как ее ставим она просто стоит и тоже так денис папа что вот это такое это все это просеивать что это просто вы прижимающих и она выдавливается тут поддон вот подобный прикольно на два улья мне нравится опа ящичек какой то же бишь это это который марбургер по-другому назвать когда ты открываешься да да я понял там решетка 84 евро всего на все все вышли очки кстати ты его с ними улетно говорят германии улья цена улья цена улья 125 евро говорят ну дорогую германию карта улей какие дорогие никто не считая рамки не вот вот тоже логика всем нас говорят мед у нас дешевый по доллар 70 до в германии 16 а в германии 4 а в германии 4 евро так и вообще у нас можно купить улья за 700 гривен а тут улей стоит 3000 гривен даже больше то есть ну ну клею 40 евро 40 евро на 2 месяца с перегородками все я помню ящики разные мешка вонят кормушки у меня все равно прикольно дерево хорошо изготовлено это воскотопка до воскотопка я уже увидел это пара генерации да да и тысячи да улья не дешевые 120 134 да да свенти или свенти разные вороночки воронки воронки пчел сметать воронка стоит 30 евро 2980 сметать пчел а вот круглая воронка которая для сметания пчел вот такая елки одной рукой неудобно обычная воронка с маленьким горлышком а стоит кто и вот а стоит 30 евро 2990 30 евро это больше полторы тысячи гривен стоит такая такая штучка какие-то тут тюбики для разных помад тюбики для помады для разных кремов закрывашечки разные тут 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 короче выбор большой для медагонок разная редуктора я так понял что то тут непонятное ну и так дальше вот для медагонок много чего аулии аулии самые разные качество изготовления очень высокие рамки можно ставить и так овощина пластиковая рамка там что-то у нас тоже разные препараты аппараты ну и так дальше демарии вот такие как у Жени скатное дно закрывается пенопластовое пенопластовое крыша и это все стоит открывается закрывается а это как у Жени у Ли покрашены такие добротные на вид крыша рамки вот такие непонятно какие тут вставочки деревянные чтобы рамка становилась непонятно деревянная неудобно одной рукой снимать станочек и тут медагонки тоже разные солнечная воскотопка навесы навесы стул для распечатки и короче много чего интересного много чего интересного прикольно прикольно оригинал шпатель где оригинал в таком пенопласте продается это оригинал это на правую руку да это мне это оригинал это мне это мне там их только всего две так правильно мне и тебе нет мне и Жене надо было меньше снимать да ты не занимайся матковой Женя он не выводит маток зачем ты ему я покупаю нет я вывожу матку нет что только два действительно да потом на в целику в целику я с вами не дружу живот надо выделать чтобы носик не сломать ага у меня в Дагестан человек попросил ник отрисовать и вот это ему а вы уже скупились да? ну да надо было не снимать так как это надо было не снимать вот это кинули меня ёлки-палки он тебе специально отвлёк заблуждение ёлки вот там смотри смотрим для банок вот смотрел это карты да? рух а значков нету знакков нету нет значков нету ты значок на месси получишь смотри карты да там заказал парень 한데 карты а значков нету? купим у Струб Саня Стругалку Харченко Передай Сане Харченко приезд Скажи Стругалку разве что Харченко Стругалку для карандашей Вот такую, да? Стругалку А вон ручки есть, прикольные Шутки шутками Это я тебе купил Так бы сразу и сказал Так, ну все, тут я все показал А дома смонтирую Ты вообще на килограмм подарил сколько стоит Сколько? Переработка, смотри Вот это переработка В смысле переработка? Переработка воска Ага Переработка воска А это не переработка воска Это покупать За переработку цена, а это за килограмм Ага Вот это она так упакована Килограммчик, да? А это А я вот увидел вот такую Штучку Это куда применяет Это для того, чтобы дома что-то делать Свечки делать А, то есть, ну, это... Для поделок, для поделок Ну, в общем, все не будет? Нет Решетки, Дэн, смотри, разные Решетки, Дэн, смотри, разные Вон железные Ну, железные я тут посмотрел Много разных, конечно, интересных А что вот это? Вот это? Это свечки делать, ты же, когда фитер А, все, я видел в интернете Я только сейчас, ты мне сказал, что свечки Я только сейчас даду Я видел в интернете, там оно навешивает много их Ну, все, вроде бы тут все Эти все Эти все Выключаю Пока Джентер Настоящий Джентер 65 Не знаю, какой это Стандартный, стандарт 65 евро А этот какой-то больше 3 метра Что-то непонятно, короче Давай учить языки Это стоит 74,90 Идут вот такие держатели Короче, много-много чего Задвижки разные Вот такие Вот и прикольные задвижки Цена 1,8 евро То есть Вот это стоит 1 килограмм мёда 1,5 евро Это 1 килограмм мёда Так что У нас Да 20 евро шпатерсти Ага Дальник это разные штучки Китайский центр Вот это все, ребята 3,90 Книга о генетике Бакфаст Это Адам? Нет, это не Это тоже о генетике Это о Бакфасте И шпатель Ну, шпатель это тебе подарю На день рождения? Да Завтра? Да А ты откуда знаешь? У меня завтра день рождения Да Никат, кому надо? Никат, друзья, привезём Мы ничего не будем привозить Это подарок другу Не говори никому ничего Вот цикля тоже Это я уже показывал 11,50 100 штук Ну чё, скупились? Да Чё вы тут скупили? Мы их купили в Амуле в Дагестане Киллеры 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 Ему надо, чтобы поле к европейской системе были ближе Но 4 штуки бы хватит, чтобы ты ещё маток произвести Ну да Как раз Я уверен, они же европейские, они проходимая большая 250 маток, она клеилась Мазин, конечно, крутой Да Классный И стильный, да? Стильный Банки именно видел, как ставят? Да, всё я видел Очень круто Банки, мы с вами пойдём в магазин, пойдём региональный Это для магазинов региональных То есть, надо поставить свою рекламу Мне что нравится, в Дагестане очень много пропаганды, ты, может, не заметил Да Да Обрати внимание, что везде пропаганда расклеена Угу Ну да, не, не, вот Вот Здесь я расстрою На выставке Угу Вот Там в магазин мы зайдём Это у нас в магазине есть, где, ну, как оригинальные продукты продаются С лейбой, да? Да Ну, лейбой это уже как фейк такое Она так-то вот там, маночка Это, которая, знаешь, как Которая защищена обществом пчеловодов То есть Общество пчеловодов, допустим, она стоит, я не знаю, сколько центов Ну, не буду врать Угу Я не пользуюсь сам Если она стоит, допустим, 3 центов То 5 центов общество пчеловодов получает Потому что оно должно на что-то жить, так скажем Ну да То есть стеклянный завод сколько это получает Сколько это получает общество пчеловодов Это как бренд Брэйдинг Ну, кепки тоже прикольные, да? А что А, это пакеты Кепки классные Купи себе А я куплю на выступ А сейчас есть Так Ну, это все Все, заканчивай Давай Сука Сука Субтитры сделал DimaTorzok 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 Сердце, короче мы идем в сердце всей торговли В общем, они свечки сами изготавливают, это как бы товар, да, их сложный. Пена, дерево. Это, ну это же и интернет-магазин тоже, правильно? Я видел их в интернете есть. Рама, видишь, сколько? Тоже качество, вот обрати внимание на качество. Ну, качество я тут обратил внимание и на улей, качество улей тут тоже. Ну, самообработка древесины. Все разложено, видишь, по стопам. Картон весь сортируется, потом сдается тоже как. Ну, это как, ну, картон должен в картон как, ну, в мусор и клещ. Угу. Ну, упаковочная тут, я так понял. Наши баночки. Крышки, да? Это смет, да? Это смет, да? В общем, это вино, ну, как медовуха, можно покупать в 5-литровых канистрах и дома разливать. То есть, я могу купить бутылки тут, разлить и свою наклейку наклеить, и будет это мое вино. Да, бутылки продаются пустые, то есть, ты можешь как... Ну, то есть, я могу купить и сделать свой брак. Смотри, вот бутылки. Да. Можешь заказать этикетки, то есть, бутылки, пробки, это все продается. Ты можешь отдать свой мед и вообще с него отдать, то есть, завод будет тебе в медовуху идти. Ну, то есть, как бы поменяешь. Да, да, да. Ну, это тоже я заметил в магазин, я думал, он маленький, а он еще тут склады очень большие. Видишь, вот, под медовуху мед, ну, сдают под медовуху все. Если влажность большая, у тебя мед, как бы, не продать тебе его, ну, понимаешь, по ГОСТу не идет, его только в медовуху. А, ну да, влажность меда высокая. Сироп в ведрах. Мед, видишь, закупленный. А, это чей-чей-чей-то? Да, мед закупается на перепадах. Ага. Это кайф. А, это сироп тоже, 16 килограмм в картонах сверху. Этот тоже сироп, я думал. А ты же тоже, Женя, ты же тоже сиропом кормишь, накормишь? Да, ну и в этих, в таких, в таких, в таких. В емкостях, да? Ну, здесь по 28 килограмм, сейчас тут нет, я не вижу, мы берем иногда. Как под докормить, но вот они, вот они, вот они, больше. Ага. В общем, у меня когда в бочке остается, я в них сливаю, у меня кусты есть, чтобы, ну, хранить это, потому что бочку с машины вытаскивать, надо ее в них сливаю, вот в них храню. В этих, просто, кучу. Это крышки все, вот эта вот, какая же маркировка, обратите внимание. Обратил. Ули. Вот, слишком. Как раз сейчас, воском занимался, видимо. Виски, воск. И банок, банки, 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 банки. Очень много тмары. Разные, да? Да. А то вот тоже, видишь, алкоголь, вот в коробках. 12 бутылок, по-моему, 75. Все, алкоголь тоже. Без этикеток, то есть, можешь свою этикетку уже клеить. Готовую. Утилизированный. И, опять же, мед. Видишь, на перепродаже мед. Я, наверное, это для пересульки. У, упаковочная тара. Да, для пересульки. А боец в интер, тот и сезон, да? Есть лампо. И, наверное, это для пересульки. И, конечно, не дебил, да? Потихоньку пчеловодка начинает просыпаться, но не пчелы. Да все, вот, разных сортов винов. И месяц, здесь все. Видишь, викингер-блюд, короче, это кровь викинга. Это воск тоже, воск, да? Да, сферди футуру, да? Вот эта штука, короче, смотри, видишь, какая. Это вот эти, когда, вот эти вот, которые я показывал, и картонный с сиропом. Крышку откручиваешь, ее туда, хоп, и получается. Вход пчелам. Да, то есть, вот этот контейнер, прям, целиком ставишь в корпус. И вот это, как, ну, покуда они ходят. Угу. Классно. Это воск, воск. Это воск, да. Вранулах. Класс. Это что? Это кто-то дверь открывает, закрывает. Это Денис выносит что-то, пока мы тут отвлекаем, да? Да. Выносит все. Верген Дизжек. Пока. Сложно, ну, все сложно, да, на прибавках. Ага. На складочках, на складе. Много, много разного всего. Тут тоже склад, но мы туда не пойдем, нас туда не запустят тоже. Вообще, видишь, они тоже вот вино сами. Да. Пакуют свои этикетки, клеят. О, это, это. А что ты такими не пользуешься, а кирпичиками? Оно уэра 80 стоит, я чего. Поприкинь, 300 семей по уэра 80. А, вы тоже умеете считать день? Да, я же умею считать. Ну, просто логично. Давай вот по 2 евро округлим, да? Короче, вот эта штучка, вот эта штучка стоит 2 евро. Один килограмм меда по украинским целям. Оно с вами еще такой столистой, чтобы, ну, как держало. Ну, да, да. Вот это твоя тема, кстати. Вот это я первый раз вижу, как бы рулонами продается решетка, сетка для сбора пульцы. Да, да, да. 29 евро деревянный 29 стоит 2950 одинаково Nucleus прикольно короче, но их не покупают смысл Nucleus заключается в том, что обслуживать тяжело ну сам по себе просто прикольно смотришь, кормушка рамки Все, Жень? Все Данка Знаешь, как говорят в Германии в Германии гайд ой, я сейчас расскажу ноябундесленда по-моему новые земли то есть все, что от ГДР тут тоже политика представлена так западная Германия вот она такая вот такая хорошая вот она им так помогает она их строит а как бы восточные немцы они типа ну приниженные маленько хотя они намного трудолюбивее они ближе можно советская система они намного лучше как бы мне больше нравится они трудолюбивее не такие как разращенные мне больше нравится там допустим, когда мы в Браузе ездим там можно увидеть мужика в трусах который ходит по ограде допустим, тут у нас ни разу не едут тут там можно увидеть девчонок которые идут с озера ну вот как у нас в деревне в купальнике там несет с собой по дороге ведет сушится типа тут такого не увидишь там вообще совершенно другой мир а вот эти фаерговцы обзывают их этим оси короче это оси это типа ну как восточные немцы а получается они же промышленность когда ГДР валили как бы система то же самое как валили Советский Союз то есть надо не надо все валили так же ГДР завалили все разрушили получается потом начали новые новое строить очень много людей переехало как бы в западную Германию в поисках работы это 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 там весь города прям кварталами сносили потому что ну жиле пустое никому не нужно я просто брошу я ездил я работал возил резину мы короче резину в Корбахе грузили вот там по сортам ну как бы получается фирма которая закупает резину уже та фирма доставляет резину по одному два колеса кто сколько заказал то есть маленький заказ а мы грузим допустим машину полную на каждом колесе уже этикетка ну как заказчика кто покупатель и вот они там орут там одно колесо не хватает привезти надо и чувак на погрузчике везет одно колесо то есть он несет в руках а на погрузчике везет одно единственное колесо Я когда приехал в ГДР разгружаться, короче, выбегают чуваки вот эти, типа лифта, начинают полностью машину разгружать, не погрузчиками, ничем, а именно это, ни одежды рабочей нету, ничего, и вот это все погрузчиками, я, знаешь, как бы одна страна, и ты в другой мир вообще совершенно попал, то есть где вот механизировано все, и где вот именно руками работают, ну вот у меня такой единственный случай был, ну я охренел, реально, как бы одна страна, и работы нету в этом, и по пенсиям у них пенсия, меньше, у них зарплаты меньше, в ГДР, так бы, ну принижен чуть ли. А дороги везде у вас такие хорошие? Ну, наверное, больше, да, чем нет. А есть плохие дороги? Да, в поле, пчел у меня есть одно место плохое, там, в уксуе. Дороги, в принципе, наверное, все нормальные, я вот, ну как, кто раньше приехал, говорит, что раньше, лучше были, я, а раньше я не видел, сказать, нет. Меня устраивает. У вас же есть вон дороги для пешеходов, вот для велосипедистов пешеходов. Ну вот для велосипедистов дорога, все заасфальтировано, как бы, я не знаю. Железную дорогу же у вас заасфальтировали, чтобы люди ходили. Ну да, вот у нас полотно полностью убрали, там 40 или сколько километров сделали, чтобы на велосипедах ездить. Велосипеды вообще очень развитые, как бы, мы сами мало катаемся, но я знаю людей, которые очень много катаются на велосипедах. Субтитры сделал DimaTorzok